Филарет организовал катастрофический раскол в украинском православии, но имея таланты и административный опыт иерарха церкви на 92-й год, он смог, будучи на гребне политической волны, мировоззренческой волны, которая поднялась в то время и пронесла его вплоть практически до сегодняшнего дня, он смог укрепить этот раскол настолько, что этот раскол стал параллельной и, конечно, не такой распространенной по Украине, не такой мощной, не такой значимой структурой конфессиональной, как украинская православная церковь, но все равно в какой-то степени пытающийся конкурировать с нашей церковью. Все это на плечах Филарета. То есть, словами, царство раскололося на царство, можем так сказать? Более того, я вам скажу, яблоко от яблони недалеко падает, а современное выражение говорит, от осинки не родятся апельсинки. То, что вырастил Филарет, плоть от плоти, кровь от крови, духовная плоть от духовной плоти, что он представляет из себя сам. Все эти иерархии, они впитали в себя принципы нравственные, моральные, принципы церковного строения, которые дал им Филарет. Поэтому, естественно, как только появилась возможность выхватить лакомый кусок у своего отца, а его отправить на покой, они это и сделали. Чего ему жаловаться?